О чем может думать преступник, который находится под следствием и который ждет, когда ему будет вынесен приговор, будет на нем совершено осуждение. Конечно же, думает только об этом решающем дне, думает о наказании, которое его постигнет. Также и мы, все нарушившие заповеди Божии, совершившие пред Богом преступления, мы должны с вами задумываться о том, как произойдет над нами страшный суд Божий. И сегодня Господь очень в доступных словах, очень ясной форме показывает нам, дорогие братья и сестры, как будет совершаться страшный суд. Когда он второй раз придет на землю, уже придет в виде грозного царя, не как бездомный странник, а именно как судья, тогда он соберет всех людей перед собою и разделит людей, так же, как пастух может отделить в своем стаде овец от козлов. Под овцами Господь понимает праведников, тех, кто следовали за ним, так как он сам есть агнец Божий. А вот козлами понимает грешников, тех людей, которые жили без Бога, без веры. И вот он произнесет такие слова. «Придите, благословенные Отца Моего, и наследуйте Царствие Небесное, уготованное вам от создания мира». Эти слова – самые радостные слова, которые может только слышать человек. И чтобы услышать эти слова, в этом и есть цель нашей земной жизни. Но за что он может произнести эти слова? «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, наг был, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И тогда праведники скажут ему в ответ. Весьма удивятся этим словам. «Господи, когда мы видели Тебя алчущими накормили, или жаждущими напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе, смирение – это добродетель, которая неизбежно сопутствует человеку, идущему по заповедям Божьим. И смирение, оно подобно венцу, которым награждается человек за свою христианскую жизнь. И поэтому, естественно, те люди, которые были праведны, они имеют в себе добродетель смирения. Они не видят в себе добрых поступков, считают, что ничего хорошего они еще не совершили. Себя считают грешниками. Когда человек пытается исполнять заповеди Божии, он видит, как у него это получается все у Бога. Он понимает, что он еще не положил начало пути покаяния. Именно об этой здесь добродетели говорится. И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Если вы к людям так относились, значит, вы относились и ко мне, Господу Иисусу Христу, Царю и Творцу Вселенной. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я и вы не дали мне есть, жаждал и вы не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг и не одели меня, болен и в темнице, и вы не посетили меня. Тогда так же скажут в ответ и грешники, так же не поймут они этих слов, почему он к ним их обращает. Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе. Оправдание себя, несмирение, гордость. Эти страсти, которые, естественно, прилипляются к человеку, когда человек живет без Бога, когда человек не понуждает себя исправляться от своих грехов. Эти страсти, они будут преследовать души человеческие вечности. И поэтому грешники, они здесь продолжают себя оправдывать. И тогда скажет им в ответ, царь, говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали и мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизни вечную. Почему Господь ничего не говорит здесь о добродетели поста? Почему Он не говорит о богослужении, о молитве? Да потому что вся наша церковная жизнь, дорогие мои, она для того существует, чтобы мы стали добрыми, чтобы мы сердце свое, каменное, черствое, размягчили. И мы постимся, и молимся, причащаемся к святых христовых тайн, каемся о грехах своих, именно для того, чтобы нам научиться любить ближнего своего, тех людей, которые нас окружают. Так что помоги нам всем, Господи, приобрести любовь к тем людям, с которыми мы общаемся каждый день, к нашим родственникам, к нашим знакомым, чтобы нам научиться всех прощать, чтобы видеть в себе грехи, а не в других людях. И тогда мы сможем наследовать Царство Небесное. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова